Директору Самарской гимназии Сейчас обвиняемая заключена под стражу Во время допроса директор не признала вины И отдать показания отказалась В связи со смертью ребенка, забравшегося на трансформаторную будку Безенчукский следственный отдел Следственного управления Следственного комитета По Самарской области возбудил уголовное дело По статье «Причинение смерти по неосторожности Вследствие ненадлежащего исполнения Лицом своих профессиональных обязанностей Напомним, 30 июля вечером 7-летний мальчик залез на трансформаторную будку А когда спускался, дотронулся До контактного изолятора И получил смертельный удар током Устроил массовое ДТП во дворе В Самаре 39-летний водитель Митсубиши Паджеро, выруливая из двора На улицу Ставропольскую, столкнулся С попутными автомобилями Hyundai и Lada Priora Затем напротив дома номер 202 По улице Ставропольской Врезался в припаркованный Kia А после удара внедорожник выехал на газон Где врезался в дерево Как показала экспертиза, водитель Паджеро был пьян Никто из участников аварии не пострадал 1 сентября Для учеников Новокубишевской гимназии Номер один встретит Пушкин и Гоголь Их портреты в технике граффити Появились на фасаде учебного заведения Кроме классиков, фасад гимназии Украсили портреты космонавтов А также изображения алфавита и мультипликационных героев Преобразить гимназию по просьбе руководства Помогли выпускники Художники еще продолжают творить На фасаде еще появятся портреты Циолковского и Гагарина В выходные в области синоптики не рекомендуют Посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы А также запуск пиротехники По информации Приволжского ОГМС С 11 по 17 августа Местами в губернии сохранится Чрезвычайная пожарная опасность лесов Пятый класс Рекомендуется соблюдать противопожарный режим Продолжение следует...